Это не тебе. Нет, я знаю кому. У нас начинаются морозы. Смотрите, видите, минус 1,95, но минус 2 градуса. А я говорил, что лирик даже в минус 5 лежит на снегу. Вот, пожалуйста, лирок, человечество не верит. На тебе колбаску. Вот он в этом месте, хотя может пойти в гараж. Дырка открыта, снег, подъемка. Видите, вон будка, он туда не хочет. У него там две будки в гараже есть. И ты вышла. Это тебя выперли. Иди. Вот сейчас пойдем покажу. А эти мясляки. Пошли. Вот они обычно тут. Вот они, потягушечки. Сидите, сидите, сидите. Кто это тут уже опять надербанил? Кто это уже? Вот. Ай. Уже придавливали и гирями. И все равно, смотрите, что рвут и рвут. Вот эти. Там у нас вентилятор. Вон он дует. Видите? Вот. Потом вот такой камин. Но он сейчас выключен. Потому что в гараже тепло. 18 градусов. А вот еще батарея. Видите? И вот я насос установил. Слышите, гудит? Вот он. Подкачивает. Потому что батарея дальняя. О, сейчас она горячая. И вот они здесь. Бульдушки. Жорка в спальне с Викторией. А? Это я поселил лирику здесь, возле будки. Это вот уже кто-то опять тут, видите, наделал. Уйди отсюда. Уйди, сказал. Уйди ты тоже. В общем, они тут эти коврики сбивают. Я их поправляю. Они опять их сбивают. Вон он, лирик. Видите, пришел. Лирик, ты думаешь, что я тебе еще колбаски дам? Да нет. Я тебе одну дал. Больше никому не дал. Только тебе. О, гляньте какой. У него шкура. Он в минус 20 будет на снегу спать. Хвостом укроется. И все. А вам надо, чтобы было плюс 20. У вас и хвостов-то нет. Лирик, иди. Иди вот сюда, на. Смотри. Можешь на коврике на одном, на втором, в будку залазить. А это кто опять надрал тут? Грызут будку, гляньте. Дырка была какая маленькая. Выгрызли. Отойди. Масик, уйди. Когда хочу что-то сделать, а не как на зло, эти масики, мирочки. Я же хочу подсунуть, не хочу камеру выключать. Я хочу коврик, чтобы зашел куда надо. Ну, все, пошел. Ну, видите, вот теперь этот он... Все, поправил. Вот, перед будкой коврик. Возле будки. В гараже тепло. Лирик, проходи. Что ты там как неродной? Иди сюда. Иди. Лирик. И вот еще коврик. Видите, он может спать даже перед креслом. Ну, для него это жарко. Кресло для Лирика очень жарко. Поэтому он предпочитает там, в уголке в том сидеть. Укроется хвостиком, свежий воздух. Видите? А эти мерзляки. Вот они возле вентилятора. Там что дует? Вот они. Там. А это кашку. Надо в холодильник поставить. Виктория кормила и забыла. В гараже тепло. Надо кашку ставить сюда. Сюда. Ну что? А кто там? Где ты? Где ты? Калена. Где она? Только сейчас вышел. Ну вот я вышел. Они уже спать готовились. А я вышел. Ну я вышел из-за Лирика показать. О, да, да, да. Да, Лирик. Про тебя идет передача. Так, отходите. А где же это? Куда она сбежала? Ты здесь? Иди, заходи. Она вокруг отбежала. Вон, следы. Видите ее? Ну вот они, следы. Все. Ну, Лирочек. Заходи, погреться. Иди, иди, иди. Иди, заходи. Зайди, погреться. Пошли. Ну это так, для прикола. Знаете, вот заходи и Лирик погреться. Ему здесь неуютно. Он себя долго здесь не держит. Походит. Почему мы его в доме не держим? Ну, честно скажу. Вот это все будто босса. Все. Все углы. Уже держали. Уже пробовали. Нам не жалко. Места тут много. В доме. Ну вот он побудет 5-10 минут. Потом начинает все намечать. Уже бились с этим. Ругались. Бесполезно. Вот при нас ничего. Стоит только уйти куда-то в комнату. Приходишь. А тут уже лужа. Ну вот и я. Сейчас тоже смотрю. В любой момент может поднять лапку. И все. Это природа. И ничего тут не сделаешь. Я не обижаюсь. Бульдоги когда закружатся. Бывает тоже. Сыканул. Ну это редкость. Так. Я ушел к холодильнику. Лирик. Ты где? Ты здесь? Лирик. Я знаю что тебе здесь неуютно. Пойдем я тебе дам компенсацию. Пойдем. Там тебе будет лучше. Там ты свободный. Хвостиком укроешься. Вот вы сейчас с Радочкой поужинаете. Пошли? Пошли. Лирик. Выходи. Давай. Остаешься? Ну ты. Ну тогда я здесь буду. На улице. Давай. А ты там оставайся. Лирик. Он думает что. На. Он думает что я знаете что. Ну выходи. Все. Он знаете о чем думает. Что я там ему не дам на улице. Да я тебе даю всегда. И в будку приношу тебе. Вот только он не умеет с рук брать. Он ударил меня здесь зубами. У него болит. Палец. Вот этим можно давать что хочешь. Хоть голову засунь. Хоть руку в пасть. А лирик нет. Он такой клацает. Я уже и так давал. Из палочки давал ему. И что только не делал. Не пробовал. Вот у него две вещи. Обсыкает все ножки. И клацает зубами. Ну. У него. Потому что. Видите. Челюсть длинная. И он вот так расположен. Устройство такое. Так что тут. Ничего страшного в этом нету. А вот печенье берет осторожно. Нежненько все. А вот колбаску или что-нибудь такое. Мясное. Старается. Взять. Резко. Ну. Вот. И жонку выпилили. Ну, что лирик. Я не знаю. Что может произойти в любой момент. Конечно. Потому что. Бульдоги себя здесь чувствуют. Как бы хозяевами. Лирик в костях. Походит, понюхает, а потом выходит через те двери. Частенько бывает пущу, а потом через вот эти двери. Сейчас покажу. Вот тут. Но сейчас снегом занесло. Видите, включу свет на улице. Смотрите, там как. Конечно, я его сейчас выпустить не могу, потому что замкнутый. Смотрите, сугроб какой нанесло. Я не смогу эту сетку открыть. Так, Лирик, ты где? Где он? Лирик. Кто видел Лирика? Лирик, ты где? А где он, правда? Лирик. Вот он ты. Ну что, пойдешь на улицу? Или будешь еще гулять? Ну ладно, гуляй. Я за тобой понаблюдаю. Как только ты лапку приподнимешь, я тебя тут же выпровожу на улицу. Все. У нас такой был с тобой договор. А так гуляй. Да он и летом заходит, и зимою. Не настолько уж он несчастный, этот Лирик. Рада, ты что заигрываешь? Рада, уйди. Вот сейчас и тяпнет тебе. Вот выпрашиваешь. Вот ты выпрашиваешь, я вижу. А он тебя тяпнет и правильно сделает. Лирок, давай от греха подальше. Потому что это вот начинает задираться, видишь? Она несмышленая, а он же по-настоящему тяпнет. О, игрушки. Я тебе дам. Ишь ты, коза. У мамку вся такая же заводилась. Ну ладно, я буду наблюдать, контролировать. Просто если начнется, если он фыркнет или что-то издаст двух, подбежит Джорка, начнется драка. Придется кого-то поднимать вот сюда, до потолка. Ну обычно я кого-то подниму, подержу пару минут. У них утихнет этот пыл. И тогда отпускаю. Все, они очень быстро вспыхивают и быстро тухнут. У Лирика привычка под столом сидеть. Вон там, в гараже тоже. Это же стол, когда-то был в гараже. Помните? На нем ребята ели. Потом его принес сюда, поставил туда пластиковый. Не, стеклянный. А этот крепкий оказался. На нем сколько сала было порезано. И хоть бы что. Но Виктория попросила, говорит, мне для цветочков принеси. Я принес. Лирик, он по привычке. Видите? Для него это родное. Стол. Наверное, еще запахи остались те. Рада! Рада! Эш, ты видели, что творит? А? Ах ты ж! Ах ты ж! Шкодница! Рада! Фу! Фу! Нельзя! Лирик такой же хозяин здесь в доме, как и ты. Тебе еще и помини не было, когда Лирик был. Еще 10 таких, как ты. Вот сейчас тебе год. Вот 10 лет подряд рожать таких, как ты. Тогда только ты догонишь Лирика. Понятно? Тебе. Не надо. Он тебе дедушка. Я не знаю, чем эта шерева-то, но она может быть играться, к нему кидается. Но он же может ответить. Это ж собаки. Поэтому надо все предвидеть. А тут еще рядом Жорка. А Жорка в любой момент может, конечно, поддержать. Рада! Фу! Фу! Фу, Рада! Да, я, конечно, в напряжении. Когда Лирик в доме, честно говоря, пойдем, Лирочек. Я типа выведу. Лирик, выходи. Лирик, пойдем. Лирик! Лирик! Помните, как из сада он не хочет выходить, так и отсюда. Лирик он и в Африке Лирик. Каким ты был, таким ты и остался. Ладно, оставайся в доме.